есть такой сайт mdb на нем представлены фильмы из разных стран этих фильмов есть рейтинг сколько людей поставили свои оценки и много всякой другой информации мы мой научный коллектив соскрепили информацию с этого сайта за 7-17 года то есть фильмы вышедшие 7 по 17 год попали в нашу базу эта база сейчас выглядит вот так переменная и сами фильма я хочу сравнить поведение критиков и пользователей в отношении фильмов представленных на сайте mdb моей базе есть несколько переменных отвечающих поведению критиков поведению пользователей и я возьму я возьму переменную рейтинг критиков в баллах и пользовательский рейтинг юзи рейтинг таким образом за поведение критиков в отношении фильмов отвечает одна переменная и за поведение пользователей в отношении фильмов отвечает вторая переменная две переменные задачи значит это как бы двумерная задача приступая к любой многомерной задачи начать следует с одномерной описательной статистики а начинается описательная статистика с определения типа шкалы каждый описываемый переменной применами то скоро в моей базе у нее нет значений почему так посмотрим на эту переменную есть пропуске и но вот есть значение 51 25 28 и так далее это балла от 1 до 100 вот правее переменной юзер рейтинг и здесь дробные числа исходно это тоже баллы только в пределах 10 а дробные они потому что если много пользователей оценила один и тот же фильм то рейтинг рассчитывается как средний балл для этого фильма как определить тип шкалы переменной с рейтингом критиков и переменные с рейтингом пользователей я рекомендую пользоваться небольшой шпаргалкой которую я сам и составил шпаргалки 4 ориентира пройдемся по ним и оценим обе переменные с рейтингом могут ли быть упорядочены категории переменной по своей сути поскольку обе переменные про рейтинг а рейтинг как раз это и есть упорядочение в чистом виде то конечно да поэтому и переменные не номинальные либо порядковый либо интервальный чтобы это узнать надо двигаться дальше второй самый длинный по своему содержанию ориентиру есть ли единицы измерения и если единицы измерения есть то соответствует ли расстояние между категориями переменные расстояния между кодами вы переменные измеряются в баллах баллы что-то абстрактное это не часы которые меряют время не дни недели которые время меряют тоже не количество людей не количество фильмов не конечно не количество оценок не количество рублей не замерения это что-то конкретное баллы что-то абстрактный поэтому и нет смирения нет поэтому этот вопрос не актуален и поэтому можем сказать что единицы не используются значит надо рассмотреть следующие ориентиры чтобы определиться все-таки порядковые переменные или интервальные выражают ли категории переменной скорее переходные степени интенсивности некоторого свойства или скорее самостоятельные качества обычно когда речь идет о самостоятельных качествах то они в явном виде поименованы например переменный прорейтинг могли быть такие отличный фильм хороший фильм стреленький плохой фильм очень плохой фильм каждая категория поименована в нашем случае не так в нашем случае баллы которые никак не поименованы просто критику объяснили что один это самый плохой фильм 100 это фильм лучше которого не знала история допустим что такое балл 58 нету балла 58 никакого наименования почему потому что здесь речь идет не о самостоятельных качествах а переходной степени а если были бы самостоятельные качества это было порядковые переменные поскольку переходные степени то все еще мы пребываем в неопределенности какому же типу шкалы отнести переменная поэтому идем к следующему ориентиру число градаций большое ли мало и для рейтинга критиков и для рейтинга пользователей продаться больше 6 большое значит все какие мы имеем дело с интервальными переменными переменными типа скейл поскольку это переменные типы скейл то можно применить к ним описательную статистику в опции explore я уже демонстрирую вам результаты как я их получил зашел в сбор выбрал рейтинг критиков в баллах пользовательский рейтинг в баллах нажал кнопочку плод убрал галочку которая здесь стояла поставил галочку и сыграм и поставил галочку на маленький плод вид тест это для того чтобы была гистограмма это чтобы был тест на нормальность каждый перемен я поместил в окошко dependent ли сразу обе переменные могут помещать их по одной была бы разница да была бы разница потому что перемены рейтинг критиков есть много пропущенных значений многие фильмы не оценивались критиками если бы я поместил по одной переменной то каждая переменная была бы проанализирована по всем валидным значениям я сейчас поместил обе перемены потому что я их анализировать хочу в дальнейшем обе в этой ситуации описательная статистика будет дана только по тем фильмам у которых валидные оба значения и рейтинг критиков есть и пользовательский рейтинг есть те фильмы у которых пропуск по рейтингу критиков не будут анализироваться или фильмы у которых пропуск по пользовательскому рейтингу тоже анализироваться не будут запускаем рейтинг критиков минимальное значение 1 максимальное 100 средние 54 идея на 55 по их совпадению можно предположить что распределение довольно таки симметрично и похоже на нормальное пользовательский рейтинг средняя 623 минимум полтора максимум 9 то есть нет фильма среди вышедших седьмого по семнадцатый год которые большинство пользователей оценили бы на 10 баллов ну что может быть когда-нибудь такой фильм появится медиана 6 и 3 тоже близко к средней посмотрим на графике рейтинг критиков имеет колоколообразный график то есть другими словами похоже на нормальное распределение проверим строгим тестом нормально ли его распределение нулевая гипотеза здесь состоит в том что нет отклонения эмпирического распределения вот эталонного нормального сигнификанс меньше пятисотых значит не принимается нулевая гипотеза значит отклоняется эмпирическое распределение от эдалогного нормального в еще большей мере отклоняется от эталонного нормального распределения пользовательского рейтинга причем здесь видно небольшое смещение несимметричность некоторые если среднее 623 где-то здесь то видно что справа много превосходящие столбцов относительно того что находится слева несимметрично относительно средний высокий совсем здесь более низкие пологие здесь это будет важно в дальнейшем вернусь к рейтингу критиков посмотрю на бокс под бокс под не смещен вот диапазон вот сам бокс в которой включаются значения между первым квартир и третьем квартире вот медиана медиана в боксе тоже не смещена при этом есть некоторые подозрительные значения это номера 100 в которых они расположены то есть фильма подозрительно низко оцененные критиками например фильм 21 645 посмотрим на него это фильм rose for sleeping around я не знаю этот фильм могу ничего не сказать вот он подозрительно низко оценен критиками пользователями оценен несколько выше посмотрим на бокс под для пользовательского рейтинга относительно диапазона изменения отсюда до сюда сам бокс смещен смещен вверх и он уже визуально чем бокс для рейтинга критиков значит это более однородные перемены с точки зрения боксом чем более растянут бокс сверху вниз тем более разнородная перемен чем он уже тем более однородно при этом медиана внутри бокса не смещена ни вниз не вверх то есть можно сказать что смещение есть смещение бокса но это не максимально возможное смещение максимально возможным она была бы если вы бокс был самого верху и медиана внутри него тоже прилегала бы к самому верху вот это максимально возможное смещение смещенные переменные плохи для анализа не смещенные хороши для анализа выбросы плохо для анализа видим что по переменной рейтинг пользователей выбросов гораздо больше причем они есть и снизу и сверху чем для переменной рейтинг критиков есть фильм строке 27 488 который тоже подозрительно низко оценен пользователями найдем его 27 488 фильм северный christmas что-то знакомое но не могу его вспомнить в деталях критики оценили его на 18 из 100 а пользователи на полтора балла это минимально минимальный рейтинг данный пользователями фильма среди тех которые вышли в седьмом тире все семнадцатом годах подытоживая обе переменные и метаскор юзер рейтинг мы сочли интервальными силу того что они представляют собой переменные с большим количеством градаций выражающих переходные степени переменная метаскор распределена очень симметрично и похоже на нормальную хотя строго математически не нормально перемена юзер рейтинг несколько смещена то есть не симметрично смещена в сторону больших значений и выброса больше по переменой юзер рейтинг симметричность или смещенность можно оценить и баги 100 грамм и и по бокс плоту выбросы только по бокс плоту и последние предварительные действия чтобы перейти к решению содержательных задач перекодировать эти перемены дело в том что это скоро юзер рейтинг имеют разные границы здесь от 1 до 100 здесь от полутора до девяти для удобства их сравнения стоит привести их к одному диапазону предлагаю диапазон от 1 до 10 для этого перекодирую их поскольку я преобразую данные поэтому я выбираю опцию трансформу трансформу и котен ту different variables чтобы не портить исходные начну с рейтинга критиков назову новую переменную метаскор 10 чтобы ее название было говорящим было понятно что мне сеградации олданью в эллиус миссинге пойдут в миссинге то есть я выбираю систему юзер миссинг в миссинг и получаю миссинг стрелочка сис мисс даже же перекодировка предлагаю пользоваться опцией range lost true value то есть меньше или равно все что меньше и равно 10 должно пойти в первое значение все что меньше ли равно 20 во второе и так далее до десятой категории то есть все что меньше 100 пойдет десятую категорию это я сделаем это скоро 10 потом не надо перекодировать и пользовательский рейтинг а этот убрать то что правило для них разные тоже юзер рейтинг 10 миссинг в сис мисс остается а здесь должны произойти изменения все что меньше одного идет в первую категорию все что меньше двух идет во вторую категорию зачем это нужно сейчас дробные значения есть полтора есть 17 тогда я хочу чтобы было 10 категорий без дробных значений вот таким образом я сделаю 10 категорий без дробных значений и так далее до 10 континью окей получу для новых переменных рейтинг критиков в баллах от 1 до 10 и пользовательский рейтинг в баллах от 1 до 10 разумеется тоже интервальные переменные потому что они сделаны из интервальных выведу по ним описать эту статистику можно нажать кнопочку с недавно исполненными командами explore ставлю новые переменные в окошко сверху справа dependent лист плод смогу не перенастраивать тому же старые настройки которые я выставил недавно запускаю смотрю что получилось средние 588 средние 669 гораздо удобнее сравнивать видно что средний рейтинг пользователей выше чем средний средний рейтинг критиков это уже приближает меня к решению той задачи которую я в очень общем виде сформулировал самом начале то есть вроде пользователи в среднем более лояльных фильм чем критики при этом диапазону критиков от 1 до 10 а диапазону пользователей от 2 до 9 то есть разброс пользовательских мнений меньше пользователи более однородно в своем отношении фильм чем критики посмотрю на графике на гистограмму до колоколообразных хотя вот этот столбик чуть-чуть смещает право очень похожие картинки просто столбики теперь толстые а вот здесь появилось смещение медианы в сторону высоких значений и сам бокс смещен в пользу высоких значений потому что вот максимум вот минимум и бокс ближе к максимуму еще и медиана смещена то есть бывает перекодировка влияет а то как представляется переменная визуально после перекодировки рейтинг пользователей стал более смещенным сторону высоких значений в следующем видео я более подробно сформулирую задачи для сравнения поведения пользователей и критика в отношении фильмов и решу эти задачи статистическими методами